а доброго дня всем подождем пока подписчики начнут заходить собственно обычно мы вечером делаем эфиры сегодня я думаю что нужно сделать сейчас потому что потом у меня времени сегодня не будет на это дорогие друзья во первых скажу что мы поделимся эфиром группах поэтому у вас будет возможность потом посмотреть этот эфир вчерашний мой пост вызвал достаточно много откликов спасибо большое всем кто с пониманием относится к правде к истине меня радует что все таки разумно мыслящих намного больше чем негативно мыслящих да пока не все потеряно если это действительно так давайте все-таки поговорим о моем вчерашнем посте если вы обратили внимание последнее время я стараюсь не сильно акцентировать наши посты на каком-то негативе на хищениях на воровстве но это не значит что мы боже упаси кого-то боимся писать это не значит что мы ничего не видим не слышим нет мы в том же ракурсе работаем мы следим за каждым информационным потоком мы фиксируем каждую новость и вчерашняя новость о том что кгб арцаха возбудила уголовное дело на владельца гостиницы в арцахе это не что-то неординарное это то что происходит постоянно в арцахе буквально каждый день удивительно другое на что я хотел бы обратить внимание наших всех подписчиков теперь уже ужас заключается не в том что мы каждый день слышим о уголовных делах в арцахе ужас сейчас заключается в другом что оказывается большинство людей которые проживают там в арцахе они критикуют не тех на кого возбуждаются уголовные дела а тех кто об этом говорит я просто хочу в лицо сказать какой надо быть тварью чтобы писать комментарии против журналистов которые пишут о том что уже написали все сайты до что кгб арцаха схватила за руку владельца гостиницы который весь год приписывал деньги из бюджета армении какой надо быть тварью чтобы критиковать журналист или блогера и не писать на своей странице что позор той гостинице в карабахе которая этим занималась я за сутки не увидел ни одной анкеты в арцахе кто где-нибудь хотя бы одно слово написал что мы жители арцаха жестко осуждаем владельца гостиницы который обкрадывает бюджет армении то есть что это о чем это говорит это говорит о том что жители арцаха приветствуют обеими руками подобные случаи это говорит о том что жители этого региона полностью поддерживают жителей арцаха которые обкрадывают бюджет армении я считаю что это очень подло по отношению к тем людям которые погибли я считаю что это подло по отношению к тем людям которые остались без ноги без руки люди которые 44 дня ехали со всех точек мира и в первую очередь из армении для того чтобы защитить арца они не заслуживают каждый день читать сводки о угробных делах да и мы с вами очень хорошо понимаем что арцах публикует лиха 1% угробных делах это не может быть того чтобы они не были ни о чем ли уроке он наверное которые у того чтобы они собирают гораздо больше того чтобы они не Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 И просто стыд и позор, что президенты Арцаха, которые получают такие зарплаты, такие пенсии после того, как они ушли в отставку, ни копейки не хотят выделить на своих беженцев, на людей, которые остались без крова, без дома. А позорные телеграм-каналы, карабахские, пусть осуждают своих воров, своих негодяев, своих чиновников и бизнесменов. И все-таки я думаю, что тогда они создали оружие в себе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok